Всем респект, братва, с вами мародер 120 гигабайт, и я наконец снимаю то видео, которое я вам очень сильно давно обещал. Это видео ответы на часто задаваемые вопросы, я давно хотел сделать какое-то такое разговорное видео на фоне игры, это такая классика ютуба, и мне кажется, что вариант ответов на вопросы самый лучший. Вопросы ребята задавали в специальном посте в группе вконтакте, если вы еще туда не вступили, обязательно вступайте, ссылочка в описании. А само видео скорее направлено на новую аудиторию, которая пришла там, я не знаю, за последний год, потому что речки в основном все ответы на вопросы уже знают, хотя и для них тут найдется конечно кое-что интересное. Начнем давайте с такого стандартного вопроса, как я пришел на ютуб, что меня сподвигло заниматься стримингом, как я начал записывать видосы, на самом деле это все было от скуки. В 2016 году я уволился с той работы, которая была у меня в Москве, и уехал работать в Польшу на три месяца. Я устроился в логистическую компанию, устроил меня знакомый моего друга, я давно хотел на самом деле свалить из Рашки, у меня была такая мечта, и вот тут мне предоставился такой вариант, думаю, о класс, поеду поработаю, попробую, по крайней мере, мне совершенно не понравилось, проблема была в основном в том, что сфера логистики для меня очень скучная, неинтересная, и после геймдева, где я работал ранее, мне прям ну вообще не хотелось этим заниматься. Кроме того, появились кое-какие проблемы дома, и после трех месяцев работы там, узнав что, чтобы получить карту по быту, польский вид на жительство такой, мне надо будет остаться в Польше на полгода, никуда выезжать будет нельзя, я понял, что это вообще вариант мне абсолютно не подходит, и уехал, вернулся обратно в Россию. Приехав, у меня, естественно, не было работы, я начал поиск работы, и около двух месяцев я сидел дома, мне было вообще скучно, нехрен делать, а в это время мой друг Юдус, да, кстати, ребята, подписывайтесь на его канал, ссылочек в описании, он начал заниматься стримингом на Твиче, мы с ним иногда там играли, было весело, вроде клёво, и меня, мой друг Паша Пауль, 120 гигабайт, я думаю, вы его тоже хорошо знаете, он мне начал говорить, тебе тоже это нужно делать, тебе нужно делать обязательно видосы, тебе нужно заниматься стримингом, у тебя такой подвешенный язык, ты так много разговариваешь, будет очень классно, давай попробуй. Я на самом деле долго отнекивался, но потом вот как раз в течение этих двух месяцев, когда я сидел дома, мне было абсолютно этим заняться, я посидел там, немножечко покопался в Adobe Audition, и постарался настроить какой-то такой фирменный звук на своей дешёвой, отстойной на тот момент гарнитуре. У меня вроде как это получилось, ребята сказали, бля, это круто, звук вообще крутой, вообще давай попробуй что-нибудь всё-таки сделать, и я записал свой первый ролик по Dark Souls. И как-то вот так вот понеслось, поехал, я начал писать ролики, потом вышел Пупкин, записал ролик по Пупкин, начал набирать вроде как более-менее аудиторию, и вот летом этого же года, 2017 год это был, я попробовал первый раз стримить. Сначала я стримил на Твиче, потом я перешёл на Ютуб из-за глюков Твича, да, сейчас, наверное, это странно звучит, но тогда Ютуб работал лучше, чем Твич. Если говорить про видосы, а не про стримы, то на самом деле я давно пытался делать различные видео, их нет, естественно, у меня на канале, потому что там были какие-то типа маленькие скетчи. Я помню, мы снимали такой фильм ужасов на телефон, помню, я снимал тревел-блог из Берлина, аж три целых видоса выпустил, тоже на Ютубе у меня лежали на моём старом канале, сейчас они закрыты. Может быть, я когда-нибудь вам их и покажу. Ну и кроме того, я сделал клип для своей группы с Атрапи, так что, в принципе, я был знаком с монтажом, мне нравилось этим заниматься, и я подумал, как бы, почему бы не продолжать этим заниматься, как хобби. К стримингу я пришёл чуть позже, спустя полгода после старта канала, и было это по причине того, что это было проще в плане создания контента. Вот вышла какая-то новая игра, и вместо того, чтобы писать по ней, там, не знаю, 20 серий, я подумал, ну, мне проще, наверное, её будет пройти, если я хочу записать им на прохождение на стриме, и с Твича залить на Ютуб. Потом Твич заглючил на одном из стримов по Аутласту, и мой первый стрим на Ютубе был по Аутласту второму, это была последняя, типа, заключительная часть прохождения, он набрал 200 просмотров! Для меня это тогда было просто нихрена себе 200 просмотров. У меня там подписчиков было, по-моему, 30 или 40, не помню. Я подумал, что это хороший способ развивать канал параллельно с видосами, и иногда делать стримы, иногда делать видосы, и вот, собственно, так всё и началось. Отсюда мы можем перейти к вопросу, как я уволился с работы, перешёл на фуллтайм, то есть начал зарабатывать только на Ютубе, тяжело ли это было, и как на это отреагировали мои родители, друзья и коллеги. Когда количество моих подписчиков приблизилось к 4 тысячам, я начал задумываться о том, что можно перейти на фуллтайм, попробовать, по крайней мере. Дело в том, что работа съедала очень много времени моего, и я не мог уделять должное внимание Ютубу, а он требовал, естественно, всё больше и больше внимания, потому что дела на нём ухудшались, развиваться на нём становилось всё сложнее, набирать подписчиков всё сложнее, и мне пришла в голову мысль, что работа мне мешает развиваться. И тут я понял, что мои приоритеты сместились в сторону Ютуба, что я не хочу больше работать, и я хочу заниматься только Ютубом, потому что только это сидело у меня в голове. Когда я сидел на работе, я постоянно проверял статистику, меня постоянно отвлекал Ютуб, я был на самом деле уже не очень эффективен на работе, и подумал, что меня, скорее всего, вообще уволят скоро, если я продолжу так работать. Своих коллег, которые были замечательные, великолепные просто люди, я не хотел их подводить. Более того, я посмотрел, что доход с канала, он у меня тогда был где-то, ну, в два раза меньше моей зарплаты, но мне его хватало, чтобы оплачивать мой кредит, который у меня, к сожалению, есть, и купить себе еды. Да, я подумал, ну, если я могу оплатить себе кредит, купить еды, то можно попробовать, потому что если я буду заниматься каналом постоянно, возможно, мои доходы увеличатся, я смогу набирать подписчиков быстрее, и так далее, и так далее. Но, естественно, никаких гарантий тут быть не могло и не было, поэтому мне было очень страшно. Я помню, я написал Толе следователю, поговорил с ним об этом, и он меня поддержал, сказал, ну, попробуй, но в крайнем случае поголодаешь ты пару месяцев, потом найдешь еще одну работу и будешь дальше работать. С одной стороны, это, конечно, все правда, с другой стороны, если бы я вот уволился, и у меня бы ни черта не получилось, это было бы фиаско, провал моего канала, я бы, наверное, забросил и перестал им заниматься, но так не случилось, и на самом деле это благодаря моему комьюнити, которое очень сильно поддержало меня, помогло мне не подохнуть с голоду и помогает по сей день. За это вам огромное спасибо, всех люблю, целую, обнимаю, респекты жесткие вам, ребята, правда. Коллеги, которые, как я говорил, замечательные люди, меня даже поддержали, несмотря на то, что когда я увольнялся, у них, естественно, прибавлялась работа, и определенный геморрой появлялся. Они меня все равно, несмотря на все это, поддержали, сказали, что я молодец, что иду к своей мечте, и чтобы я офигачил, и у меня все получится. Родителям я сказал не сразу, через несколько месяцев, когда уже более-менее встал на ноги, я рассказал, что да, все, я теперь работаю только на ютубе, но у меня все хорошо, потому что это уже несколько месяцев длится, и все нормально, я живой, еда есть, кредит оплачиваю, все нормально, не волнуйтесь, они мне поверили, и все, окей. Насчет развития канала, что у нас дальше будет, если честно, я не могу дать определенного ответа. Я бы хотел разнообразить контент, игровой контент, каким-то лайв-контентом, может быть, каким-то тревел-контентом, может быть, каким-то разговорным контентом, как я делаю сейчас, Но на самом деле все зависит от реакции аудитории, то есть я буду экспериментировать, буду выкладывать какой-то определенный контент, делать какие-то, может быть, необычные стримы, видосы и смотреть, как на это реагируете вы. Если все хорошо, будем продолжать. Если все плохо, ну, значит, будем пробовать что-то другое. Ну, для начала перед нами стоит цель добраться до 20 тысяч подписчиков, потому что основные изменения начнутся именно с того момента, потому что появится вебка, как я вам и обещал, и уже будем смотреть, что можно делать, какие новые форматы пробовать и так далее. Кстати, я хочу поблагодарить всех тех, кто задавал эти все интересные вопросы у меня в группе ВКонтакте, и обязательно подписывайтесь на нее, ссылочка в описании, если вы еще этого не сделали. Иногда были прям целые списки вопросов, но уж позвольте мне выбирать один какой-то из этого самый интересный, и тут я выбрал насчет того, приходило ли мне когда-нибудь в голову мысль бросить YouTube и перейти на какую-нибудь другую платформу, если тут станет все совсем плохо. Приходило, конечно же, но я считаю это плохой идеей, по одной простой причине, что все платформы со своими косяками, и Twitch, и Mixer, и Vast, уж тем более, да, последние две просто никому не нужны. На Twitch тоже большие проблемы с правилами, с банами, с глюками, с лагами, если вы помните, я пришел на YouTube именно из-за лагов Twitch'а. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация, если уж у меня не останется никакого выхода, тогда, может быть, я и подумаю об этом более серьезно, пока я даже не хочу об этом думать, потому что до сих пор, несмотря на все проблемы YouTube, я считаю его самой честной в плане развития платформы, где есть система рекомендаций, и небольшие каналы, коим является на данный момент мой канал, имеют шанс развития. Twitch, тем не менее, я совсем не отбрасываю, у меня есть там канал, который я, конечно же, уже давно не веду, но, может быть, мы как-нибудь туда отправимся, я не знаю, заниматься тем, чем на YouTube нельзя. Например, смотреть какие-нибудь клипаки, или просто какой-нибудь контент, за который на YouTube прилетает сразу бан. К этой теме можно отнести вопрос, были ли у меня мысли когда-нибудь бросить нафиг весь этот YouTube, и вообще, в целом, как я справляюсь с трудностями, которые возникают на пути развития канала. Дело в том, что я, на самом деле, довольно-таки упрямый человек, и не люблю проигрывать, я не люблю признавать, что у меня что-то не получилось, только если я вижу, что всё, вот действительно, конец, фиаско, то есть, наверное, когда у меня на стримах будет там три человека, один из которых я, два из которых это мои друзья, которых я умолял посмотреть стрим, тогда я, наверное, признаю, что всё, это никому не надо, я сдаюсь, нахуй это дерьмо, пойду найду работу где-нибудь там на заводе. Но пока я вижу поддержку аудитории, я, естественно, буду продолжать, потому что именно вы даёте мне энергию, чтобы бороться с трудностями, и ещё раз вам за это огромное спасибо. Если же говорить о ситуации не с каналом, а о каких-то просто сложных жизненных ситуациях, то иногда действительно там стоит признать поражение, чтобы начать новую главу, так сказать. Поэтому, в целом, не бойтесь проигрывать, это не конец жизни, но при этом будьте упрямы и старайтесь дойти до самого конца, чтобы убедиться, что вы сделали всё возможное. По какому принципу я выбираю, что стримить? Хороший вопрос, на самом деле, какого-то определённого принципа нету, я стараюсь стримить то, что мне интересно. Если какая-то новая игра вышла, она мне интересна, я её стримлю. Если это не находит отклика аудитории, то есть людям не нравится, они не приходят на стримы, не ставят лайки, я, возможно, эту игру перестаю стримить и прохожу там где-то в свободное время. Иногда я стримлю игры, которые просто забавные, и я думаю, что они повеселят мою аудиторию. Иногда мне хочется поносальгировать, я вспоминаю, какую игру я играл, но не закончил, например, в детстве и прохожу её. Иногда я стримлю просто какие-то знаковые игры, которые мне настолько сильно нравятся, что мне плевать, смотрят их или нет. Так, например, с Death Stranding было, да, она не собирала больших онлайнов, но мне хотелось, чтобы она была на канале полностью, мы её прошли. Насчёт того, есть ли у меня мысли выделить какой-то определённый день под игры с подписчиками, нет, таких мыслей у меня нету, по одной простой причине. Любые мои планирования, например, на какой-то день, что вторник, это только хоррор, была мысль сделать четверг только мультиплеером и так далее, и так далее. Они все в итоге проваливались, потому что заканчивались игры, потому что настроение тоже бывает разное. Потому что игровая индустрия всё время в движении, выходит что-то новое, что надо обязательно по стримик посмотреть. Поэтому я это всё-таки оставлю на волю рандома. Долго ли я копил на ПК? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я на него не копил, у меня был определённый ПК, и я его постепенно апгрейдил. Потому что сразу купить хороший игровой компьютер, ну, мне было не под силу с моей зарплатой, это в целом сложно, несмотря на то, что мне сильно помогали донаты. Я всё равно не мог взять, пойти и купить компьютер, который стоит там 200 тысяч. Поэтому я постепенно проапгрейдил сначала материнку, потом процессор, потом видеокарту, потом доставил туда больше жёстких дисков, купил себе SSD-шник и так далее, и так далее, и так далее. И за это я ещё раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает канал, без вас бы мы бы стримили в 30 FPS с лагами. Топ-5 худших и лучших игр, по моему мнению. На самом деле я всегда придерживался такой философии, что лучших и худших игр не бывают. Есть огромное множество хороших игр и огромное множество плохих игр. Я могу на рандоме просто выделить какие-то игры, например, конечно же серию Ведьмак, серию Mass Effect, GTA, но тут я не буду сильно оригинален. Насчёт худших тут ещё хуже, потому что в плохие игры я стараюсь не играть. Могу только сказать, что по моему мнению такие игры как Bioshock и Alan Wake переоценены. Но опять же, вы имеете полное право со мной не согласиться. Могу выделить жанры, которые мне не нравятся. Например, я не играю в моба, я не играю во всякие фритуплейные дрочильни и браузерные игры, также мало играю на мобилках. Чуть попроще вопрос, какая самая лучшая игра моего детства. Да, опять же, я не могу выделить одну игру, но несколько игр мне назвать довольно-таки легко. Это были Космические Рейнджеры, мне очень нравился Sims, не надо смеяться, пожалуйста, да. И я, конечно же, зависал в КС, хотя сейчас в КС я играть не могу вообще. Если отправиться чуть дальше в детство и говорить не про компьютерные игры, а, например, про игры на Сеге, то я очень любил Червяка Джима, я очень любил игрушку Zero Tolerance и дико задрачивал в Mortal Kombat. На кого я учился и кем хотел стать? На самом деле учился я на очень скучной специальности, налоге-налогообложение, я совершенно никогда не хотел этим заниматься, пошел только для того, чтобы получить корочку, потому что там был очень низкий конкурс на одно место. А вот кем я хотел стать в детстве? На самом деле я всю жизнь мечтал быть человеком творческой профессии. Я хотел снимать фильмы, я хотел сниматься в фильмах, я писал сценарии, я писал рассказы, я писал музыку, то есть я хотел быть таким режиссером, актером, сценаристом и музыкантом. Из всего списка последний у меня получилось лучше всего, у меня все-таки была группа, мы выступали, у нас был альбом записан, но, конечно, никаких успехов мы не достигли. Зато все предыдущие перечисленные профессии я стараюсь реализовывать здесь на Ютубе, да, то есть что-то где-то режиссирую, какие-то сценарии даже пишу для своих роликов, которые, к сожалению, редко выходят, даже два полноценных клипа уже снял для своего канала. Поэтому я очень сильно благодарен Ютубу, несмотря на все его косяки, за то, что он дает мне возможность реализовываться творчески. Как я учился в школе? Отвратительно ужасно я учился в школе, никогда так не учиться, не берите примеры со стримеров. Дело в том, что на самом деле я в школе много болел, и, по-моему, класс 6 или 7 я практически полностью пропустил. И из-за этого, когда началась там алгебра, химия, физика, самые сложные науки, я нихрена не понимал. Поэтому я просто хрен забивал на учебу, очень много прогуливал, в том числе и в компьютерных клубах, конечно, за КС-очкой. Но из-за этого мне было довольно-таки тяжело заканчивать школу. Несмотря на то, что у меня получилось иметь не самый хреновый аттестат в классе, он был далеко не хороший, где-то около половины всех оценок это были тройки. Поэтому я совершенно им не горжусь. Из-за этого позже мне пришлось очень много заниматься самообразованием, когда я понял, что я не хочу быть тупым. Да, я был, ну, не сказать, что очень образованным из-за своей лени. Поэтому, ребята, сейчас учитесь в школе хорошо, иначе потом вам придется либо быть тупым, либо придется самообразовываться и терять время уже во взрослой жизни, а там оно намного более ценное, поверьте мне. Чем я занимался до того, как стал вести канал на ютубе и какое у меня хобби? Последние 6 лет, когда я именно работал в офисах, я работал в основном в геймдев-компаниях. То есть геймдевелопмент. А если еще точнее, компании, которые разрабатывали или издавали игры. К сожалению, большинство проектов, с которыми я работал, были всякие фритуплейные браузерки и полная параша, короче говоря, ничего такого серьезного, ничего такого действительно крутого и значимого. Должность моя называлась комьюнити-менеджер, да, потом я стал лид-комьюнити и так далее. Это человек, который выстраивает и работает с игроками какой-либо игры. Следит, чтобы они там были довольны, следит за тем, чтобы новости постились по игре вовремя и так далее, и так далее. Да, там за технической частью тоже следит. Работал я в основном на польском языке, но бодля чего я поехал на этой польсы курва ебана мачище научил он польскего? На самом деле мне очень нравилось работать на иностранном языке, на польском, практиковать его, да. Поэтому я сменил три места работы, но в каждом из этих мест я занимался польским комьюнити. А насчет хобби, ну конечно же, мое хобби это музыка. Музыкой я занимаюсь уже около 15 лет, да, с переменным успехом, в основном с не очень большим, будем откровенны. Но, как известно, бывших музыкантов не бывает, так же как и наркоманов, так же как и алкоголиков. Часто, кстати, музыканты и сами являются наркоманами и алкоголиками, и видите, это все не просто так. Вот еще один большой список вопросов, но я выбираю вот этот. Есть ли у меня братья и сестры? Да, более того, я из многодетой семьи, то есть на семье было четыре ребенка, это я, я был самым старшим. Плюс у меня есть два брата и сестра. С одним из братьев я уже практически не общаюсь, потому что он гопник и алкаш. А вот с ладшими поддерживаю отношения, периодически мы видимся, бухаемся, сестра, блять, уже курит. И занимается всякими другими ужасными делами, о которых я, если честно, не хочу знать вообще. Ну вот как-то так. На самом деле в детстве было довольно-таки весело такой огромной компанией тусоваться. Ну и напоследок парочка таких жизненных философских вопросов. Было ли у меня когда-нибудь чувство, когда родной человек куда-то уезжает, что я его никогда больше не увижу? Нет. Дело в том, что это я всегда был тем человеком, который куда-то уезжал. В 2010 году я переехал в Польшу на несколько месяцев, потом вернулся. В 2013 я поехал на год жить в Берлин. В 2017 я еще раз попробовал переехать в Польшу. Но я всегда знал, что если я очень захочу, я всегда могу вернуться к своим родным. Поэтому, наверное, такое чувство может возникнуть только если кто-то уезжает на войну. Но я надеюсь, что в вашей и в моей жизни мы обойдемся без подобных ситуаций. Если же говорить о границах стран, то не забывайте, все границы это просто бюрократия. Практически везде вы можете получить визу и поехать навестить своего родного человека, который куда-то уехал. Так что если вы оказались в подобной ситуации, не расстраивайтесь и попробуйте запланировать поездку. Когда я жил в Берлине, ко мне в гости приезжало огромное количество моих друзей, мы замечательно проводили время. И последний вопрос. Что бы ты хотел сделать в жизни, но не можешь этого сделать? Если честно, я бы хотел больше путешествовать. Вот сейчас это, наверное, самый больной вопрос во время карантинов всяких там, да, закрытых границ и так далее. Я тот человек, которому необходимо движение, я очень люблю куда-то ездить. Мне нужно увидеть новые города, получать новые впечатления, встречать новых людей. Иначе я начинаю чувствовать, что я засыхаю, мне становится так скучно, что хочется биться головой об стену. Конечно, видеоигры в этом плане спасают, там тоже можно, знаешь, так, попутешествовать по параллельным мирам и так далее, но все-таки это не то. А путешествие это, к сожалению, почти всегда дорого. Тем не менее, я стараюсь как можно чаще выбираться куда-то, съездить туда, где я уже был или туда, где я еще не был. Повидать своих старых друзей, посмотреть на что-то новое, обновить, так сказать, окружающую обстановку. Это мне очень сильно помогает. Сейчас я понимаю, что я не видел еще очень большое количество стран, которые мне хотелось бы посмотреть, и я надеюсь, что в будущем у меня получится это сделать. И, возможно, я даже буду пилить вам какие-то такие тревел-блоги, заливать их сюда, потому что мне бы хотелось тоже делиться своими эмоциями из путешествий. Но на самом деле это все довольно-таки реально, да, может быть не сейчас, а попозже. А если уж отвечать на вопрос, что я бы хотел делать, что не могу, я бы хотел летать. Охуенно было бы. Ну вот и все. Я надеюсь, после этих ответов на вопросы вы узнаете меня чуть получше. Большое спасибо всем тем, кто задавал эти вопросы у меня в группе ВКонтакте. Если вы еще не состоите в этой группе, обязательно вступайте, ссылочка на нее в описании, и приходите на наш Дискорд сервер. Ссылочка там же. Я считаю, что подобные видео это действительно хорошая идея, чтобы вы получше меня узнали, и в целом для контакта со своей аудиторией. Если у вас есть какие-то еще идеи по поводу подобных видео, напишите их обязательно в комментариях. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.